Когда я открывал клуб, никто в Москве из артисток стриптиза не поверил, что у тусовщика Сереги Корейца что-то получится. Все думали, ну тусуются, он гуляет, но клуб-то он построить стриптиз не сможет, что он в этом понимает. И в результате, когда мы с Юлечкой, с Леди Ю объявили кастинг, никто не пришел. То есть все старые артистки не пришли. И у нас уже скоро открытие, месяц до открытия, а артисток нет. Что делать? И тогда Леди Ю предлагает великолепный вариант. Она говорит, давай мы напишем объявление в хореографические училища, в цирковые, в театральные училища. Много где есть девчонок, которые не поступили в институт и так далее, и так далее. И когда мы дали объявление, к нам пришло 80 девушек, которые не знали, что такое стриптиз в принципе. И которые не знали, по каким правилам работать. Но это дало мне возможность устроить свои правила в клубе. Потому что обычно, когда люди приходят работать в коллектив уже устоявшийся, они перенимают те манеры, которые были там. А как вы понимаете, когда женский большой коллектив, там постоянно есть клоки, драки, разборки, выяснение отношений, кто-то чем-то недоволен, ну театралы знают, театралы знают. Но я поставил себе свои правила. И я сказал, никаких драк, никаких разборок, никаких выяснений отношений. Мы все должны здесь жить в мире, в дружбе, согласии, потому что мы один коллектив и цель у нас одна. Чтобы наш клуб сделать самым лучшим, самым прекрасным, самым популярным. И мне повезло, что это были новые артистки, потому что я устанавливал правила. В других клубах другие устанавливают правила. И вот, когда мы это все сделали, Юль, большое тебе спасибо за то, что ты обучала весь первый выпуск, и многие в этом зале учились у тебя. Итак, у тебя лучший, на то время, лучший стриптиз-клуб России. Именно об этом я и говорю. Масса друзей. Отличный коллектив. Когда мы смогли построить такую атмосферу, мы создали лучший стриптиз-клуб. Через год мы получили звание самого популярного стриптиз-клуба России. Через два лучший эротический клуб России. А еще через пару лет я заработал свой первый миллион долларов и купил себе квартиру получше, чем та. Лаки стал миллионером долларовым. Лаки, скажи мне, я знаю, что в 2010 году тебе предложили еще один клуб? Или это как это было? Абсолютно точно. После того, как в 2008 я понял, что мы сделали лучшее эротическое заведение в России, я поехал путешествовать по Америке и написал письмо американской актрисе Элизабет Беркли, той актрисе, которая играла главную роль в фильме «Шоу-гиллз». Написал письмо с предложением. Начиналось оно так. Так, дорогая Элизабет, пишет тебе из далекой заснеженной России простой русский парень по имени Сергей Федорович, жизнь которого поменялась круто после вашего фильма «Шоу-гиллз». И не только на меня повлиял фильм, и я стал владельцем клуба, который назвал в честь вашего фильма, но еще и на сотни тысяч русских девушек, которые увидели ваш фильм и захотели стать красивыми сексуальными девушками, поняв, что сексуальность и красота принадлежат прежде всего им самим. И не их родителям, и не обществу. Вот. Но предлагал ты... Зачем я писал письмо, спросите вы? Ну, потому что, первое, я хотел вызвать доверие, а второе, я хотел пригласить ее на участие в 2008 году, внимание, участие в реалити-шоу, которое они сами предложили назвать так, «Войны стриптизерш». И скрипт к этому реалити был написан самими американцами совместно с нашими русскими. Плейбой и Лаки Ли писали скрипт того реалити-шоу. Оно не запустилось по другим причинам. Но самое начало было интересно. Оно начиналось так, описание. В мире царит полный рай. Холодная война уже полузабытое предание. Россия и США давно дружат. И единственный конфликт, где происходит между Россией и США 2008 год, только сцены стриптиз-клубов. Потому что уже везде достигнута дружба и мир согласия. Я не знал, что это реалити-шоу окажется пророческим, но в другую сторону. И я создал клуб такой, потому что в 2010-м, после того, как казино в России все закрылись, огромное количество помещений и площадок, которые принадлежали бизнесу казино, остались пустыми. Как, впрочем, и сейчас огромное количество площадок по Москве пустые из-за кризиса. И тогда владельцы Golden Palace вышли на меня с предложением взять уже закрутый к тому клуб Golden Girls, восстановить его и реанимировать. Они пришли ко мне и сказали, Серега, меня тогда еще звали Серега, ты лучший в этом деле, и вот эта площадка эта для тебя. Если не сделаешь ты, не оживишь ее. То ее не оживет никто. И мне удалось. Я без раздумья сказал, да, конечно, я беру. Тем более Golden Girls я любил еще с тех давних времен. Как же тебе удавалось справляться с двумя клубами? Расскажи-ка. Девчонки, что в одном клубе, что в другом, говори, Лаки, Серега, когда тебя нет, мы скучаем. Но когда я появлялся в дверях клуба, тут же, покажите мне в облик, лик, аплодисменты! Да, 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 да. Именно так происходит, когда появляешься. Вот. Все так и было, я тоже это помню. И когда я заходил в шоу Girls, шоу Girls было весело. Но когда я потом приезжал в Golden Girls, Golden Girls говорит, где ты пропал? И я понял, что мне надо быть и там, и там. Я начал искать себе двойника, но не смог найти, правда. Я хотел себе найти двойника актера, который будет меня копировать, ну, знаете, как в Austin Powers, мини-ми. Но не нашел, и пришлось мне быть самому. И я ездил в один клуб. 45 минут тусовался, веселился, заводил гостей, заводил девчонок. И садился в машину, через 15 минут я был уже в другом клубе. Заходил туда, там веселился, заводил, все шло вот так вот. За ночь я так ездил 4 раза. 4 раза из клуба в клуб. И тогда я понял, что на двух креслах усидеть седалища не хватит. Скажи мне, и как же ты вышел из положения? А все сложилось само собой. У клуба Show Girls в Олимпийском отозвали лицензию на алкоголь, потому что это было спортивное заведение, а сейчас Олимпийские вообще сносят, перестраивают, не знаю зачем. Когда уже я понял, что придется клуб закрыть, потому что продлевать лицензию невозможно, перевозить клуб в другое место, это сложно. В 2013 году я принял решение закрыть клуб. И ровно 6 лет назад, 30 июня, в этот день, день в день, в свой день рождения, я сделал прощальную вечеринку у себя в клубе Show Girls. И когда была прощальная вечеринка, я понимал, что это лозунг клуба Show Girls был такой. Клуб, которым хочется жить. А почему? Потому что у нас была 12-метровая лестница, и мы повесили на ней из обоев нарисованный плакат. На нем было написано так. Найди себе работу по душе, и ты ни дня не будешь работать. После этого все сотрудники, артистки, диджеи, повара, они приходили на эту работу как любимые. И они действительно считали, что это семья, и делали все возможное для успехов. Но когда мне пришлось закрыть клуб, я понимал, что это трагедия для сотрудников, что 300 человек, которые работали там, останутся без работы, а значит не смогут прокормить свои семьи, своих детей. И в этом не я виноват. Так сложилось законодательство. 300 человек останутся без работы. Я понял, что это важный момент. В ночь закрытия, перед тем, как открыть вечеринку, я вышел на сцену, сказал прощальные слова всем, и сказал, что я хочу обнять каждого сотрудника, который здесь, поэтому выходите ко мне по очереди на сцену. Я буду каждого обнимать, благодарить за работу, и желать тебе всего хорошего в жизни. И 300 человек шли по сцене, артистки, повара, диджеи, кальянщики, уборщицы, охрана. Все 300 человек я обнял. Парковщики. Это очень трогательно. Дамы и господа, минуту внимания. Итак, на сцену выносится знамя клуба успешного. И люди помнят этот клуб и запомнят надолго. Итак, клуб. Клуб помнит шоугиос, аплодируйте. Аплодируйте. Шоу-гол. Ну что же, спасибо. Спасибо. Фантастические, очаровательные девчонки. Спасибо вам огромное. Шоу-герлс. Да, 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 там всегда царила атмосфера безудержного веселья и Лаки. Лаки дарил нам эту атмосферу. Лаки просто был королем ночи. И в шоу-герлс, и в голден-герлс. И все было благодаря ему. Ну что же, а мы продолжаем. И я принял тогда непростое решение. В бизнесе, в бизнесе оно называется дауншифтинг. Когда тебе порой приходится закрыть какую-то компанию и потерять часть прибыли. То есть закрыть одно отделение для того, чтобы сконцентрировать силы для дальнейшего более глобального проекта, о котором пойдет речь впереди. Я понял, что я должен искать свой духовный путь и помогать людям. Лаки, скажи мне, вот ты понял, что твое призвание помогать людям. А расскажи мне, ведь у тебя были артистки из разных слоев общества. Так это было? Да. Да? И скажи мне, между ними возникали конфликты? Оу, часто, я же говорю, да. У нас было строгое правило. Многие артистки или люди подтвердят. У нас было строгое правило. Я сказал, за драки я буду выгонять сразу. Мы воспитывали, мы в 6 утра их собирали и говорили, вы сегодня подрались и так далее. Мы не давали им пить, отбирали у них бокалы, ставили запрет на выпивку и так далее, и так далее, и так далее. Но драки продолжались. Периодически. И я так понимаю, что, вернее, так мне рассказали, что твой девиз был такой. Клуб это одна семья. Абсолютно да. И я хочу пригласить на сцену свидетелей, свидетелей, очевидцев того, что клуб был настоящая семья. Не верите? Давайте спросим их самих. На сцену приглашаются, девушки, вы здесь? Самые лучшие, самые любимые воспитанницы лаки. Как это трогательно. Итак, я приглашаю на сцену, я приглашаю на сцену, мы ждем. На сцену мы приглашаем полночь. Мелани. Эрику Шеран. Дейзи. Девчонки, на сцену. Аплодисменты. Вот они, творительницы истории. Все артистки под чутким руководством лаки прошли различные тренинги и курсы. Многие избавились от вредных привычек и обрели новые профессии. Вместе они объехали полмира и побывали на самых лучших шоу и мюзиклах. И все собрались сегодня здесь, в этом зале, чтобы поприветствовать и поздравить своего любимого наставника. Девчонки, хотите что-то сказать? Кто-то? 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 Кто? Так, полночь. Лаки, ты знаешь, как сильно я тебя люблю и... Уже 15 лет. Уже... Ну нет, 25. 25. Жду, жду моментов. Она меня все равно любит, несмотря на то, что когда-то я ее жестко наказал и выгнал из нашей семьи на целый год. Она очень страдала и снова вернулась, перевоспиталась его на танц с нами. И тем не менее, ты дал мне больше, чем мой родной отец. Ты показал мне полмира. Я тебе очень благодарна. И мое становление личности произошло во многом благодаря тебе. Спасибо тебе. Я очень тебя люблю. Девчонки. Всем привет. Лаки, ты такой один. Это знают все. Мне очень повезло, что ты появился в моей жизни каких-то 10-11 лет назад. И мы так шли все вместе. Я рада, что я была с тобой всегда и везде. И надеюсь, что буду, и что через 10 лет будет все то же самое. Спасибо. Я тебя очень люблю. Лаки. Я очень благодарна тебе за, наверное, уникальную возможность работать реально в лучшем клубе по всей России. Он уникален. И о тебе я знала задолго еще до того, как устроилась. То есть, как твоя слава идет дальше с тебя. Я из Новосибирска. Спасибо тебе просто огромное. Лаки, дорогой. Вот я могу сказать, что я работала не в одном клубе Москвы. Но сейчас я с гордостью могу действительно сказать, что работаю в лучшем клубе. У меня самый лучший босс, который делает для меня все, чтобы я себя чувствовала просто королевой. Лаки, я тебе желаю продвижения в твоих миротворческих начинаниях, чтобы у тебя все получалось даже лучше, чем ты задумываешь. Я тебя обожаю. Спасибо тебе за все. Лаки, я, в общем-то, присоединюсь к словам полночи, потому что в какой-то момент ты реально заменил мне тоже отца. Ты очень много мне дала, очень много наставлений. И я никогда не забуду те моменты, когда мы были в Штатах, как мы с тобой шли после мюзикла. По-моему, был цирк Дю Солей. И я шла и говорила, Лаки, да я могу лучше сделать. Я говорю, да ты попробуй, что ты можешь так сделать. А на самом деле он смог сделать круче. Ну, Лаки, ты просто, я желаю тебе великих побед, которых ты себе наметил, чтобы они все были достигнуты. Спасибо тебе, мой хороший. Вот такие замечательные воспитанницы. Лаки! Лаки! Внимашки! Я, ребята, на самом деле никогда не видела госса, который бы делал так много, как делал для нас Лаки. Его вклад в наши жизни просто, они, ну, этот вклад не описывают. Спасибо. Мы познакомились пять лет назад, да. И я одно могу сказать абсолютно точно. Что если бы сегодня в России каждый человек был хотя бы немножко, как Лаки, серьезно, это сейчас не слова лести, а просто вел себя так, был в душе таким человеком, наша бы страна жила гораздо, гораздо лучше. Я надеюсь, очень надеюсь, что все люди проникнут его идеями, и Россия станет и имеет право быть лучшей страной в мире! Аааа! Россия Боревер! Ааа! 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 И приходили на работу в стрип-клуб! Думаю сейчас, самое время этот номер посмотреть. Кстати, и мы этот номер записали на английском языке, но сегодня, мы обратились к одному из самых популярных Российских переводчиковقي 90-ых! И он нам помог перевести, наш видеоклип, на русский язык. Внимание на экраны! А Golden Girls представляет Страх Чао Дубай О-о Слава Деньги 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 Мы здесь танцем Мы здесь флиртуем Мы не скучаем никогда И мы свободны и счастливы С тех самых пор, как пришли сюда Стра, Чао, Дубай, О-О, Слава, Деньги Стра, Чао, Дубай, О-О, Слава, Деньги Знаете, не всем везет И не каждый попадает в сказку, как Золушка Попробовали бы мы выбраться в свет Когда в графе месторождения Стоит поселок Жиганский Якутской области Деревня, три улицы, два дома Председатель колхоза, пытающийся при каждом удобном моменте ухватить за задницу Мать пьет, отец пьет, подруги пьют, самака и та пьет Я решила для себя, отсюда нужно бежать Чем дальше, тем лучше Но меня не пускал он, страх Одна в чужом городе Но я смогла Клуб Голден Геллс распахнул для меня свои двери Как говорится, природа всегда сильнее принципов Мы здесь танцуем Мы здесь флиртуем Мы не скучаем никогда Он был красив, обаятелен, богат Рост метр девяносто Вес девяносто пять килограмм Двадцать пять сантиметров Оставалась на его фейраре, когда я в него чуть-чуть не въехала на своем велосипеде Так и познакомились Рестораны, театры, приемы Но каждую ночь он пропадал где-то со своими друзьями Стрип-тест Где же еще провести время успешному мужчине Но я не собиралась так просто его отпускать И в качестве сюрприза устроилась в Голден Геллс Наши глаза встретились Но потом мои глаза встретились с еще более успешным А потом еще с более красивым А потом еще с более привлекательным Все, чао А зачем мне один, когда у моих ног десятки мужчин? Мы здесь танцуем Мы здесь свертуем Мы не скучаем никогда Мужчины? Кому-то что-то доказывать? Нет, это того не стоит Главное в жизни быть успешной Как и стать? Думай, если, конечно, есть чем Квартира в Москве имеется Турковая шума в наличии Машина, само собой Да танцевала Мне подарили Клуб Голден Геллс дал мне многое Я четко строю планы И думаю, уже через пару-тройку лет Ты придешь искать свою любовь уже в мой стрип-тест-клуб Тем более в этом бизнесе я знаю почти все Поживем, увидим А пока думай Я жду тебя за столиком И мы свободны и счастливы С тех самых пор, как пришли сюда Я люблю тебя 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 Я могу признаться мужчине в любви почти на всех языках мира Да, я учусь в МГИМО Да, моя папенька и маменька профессора и доктора наук Да, каждый вечер мы смотрим канал культура И каждый выходной ходим на литературные встречи в дом культуры имени-вымени Ааа, нет сил С тех самых пор, как пришли сюда Вы здесь танцуем Мы здесь свертуем Мы не скучаем никогда Я дорогая женщина Я селфмейд вумен Я сделала себе грудь, губы, попу, уши, нос, скулы, локти Которыми я танцую У меня последний айфон Айпад мини 64 гигабайта Андрей 64 года У него тоже мини Я далеко не дура На Мальдивах, на Кубе, в Австралии Даже и в Мексике Я не дура Я далеко не дура Я восхищаю мужчин Рядом со мной они теряют о речи Они так и говорят С тобой не о чем говорить Я звезда И у меня большие планы Голден Гелс для меня траплиц Которую я взлечу очень высоко Вылет у светского общества И никого с собой не возьму Пришла сюда Пришла сюда Мы здесь танцуем Мы здесь свертуем Мы не скучаем никогда И мы свободны и счастливы С тех самых пор, как пришли сюда А продолжение следует Вот так вот Воспитанницы Нашего замечательного босса Я вам скажу так Лаки на самом деле Знает в каждой Мюзикловой компании России Серьезно Я очень много лет Очень много лет Неправильно сказано Я вернулся в Россию В 2008 году Мюзикл красавица и чудовище И начал работать В компании Stage Entertainment И на каждом спектакле Появлялся какой-то корейский товарищ Очень ярко одетый С самыми красивыми женщинами Москвы И когда мы с Лаки уже познакомились Я помню я играл в мюзикле «Золушка» И у нас на открытии На премьере Весь первый ряд сидел в белых майках На которых было написано Мы не мутанты Было написано «Мы не мутанты» И наш английский режиссер Спросил у директора труппы А кто эти красавицы в белых майках? Скажите, кто? Ему говорят Эти красавицы Это работницы стриптиз-клуба Лаки Ли А почему они у нас? Они сказали Они вот пришли посмотреть на наш спектакль И пришли в гости ко мне И этот английский режиссер подошел ко мне И сказал Слушай, это правда, что к тебе пришли Все эти красивые девушки? Я говорю, правда Он говорит А можно мне попасть в этот клуб? Я сказал, конечно, можно Я позвонил Лаки И Лаки сказал Веди своего режиссера Режиссер был очень хороший Так, а мы дальше Расскажи мне, Лаки Сколько мюзиклов ты поставил сам? И почему ты решил ставить мюзиклы? Любовь к мюзиклам у меня проявилась очень давно Но впервые, когда я попал на Бродвей в Нью-Йорке Меня удивило огромное количество музыкальных спектаклей И это так здорово И я вдохновился и понял, что я смогу стать продюсером Я смогу стать шоу сам Продюсировать их И самое главное Наполнять идеологической ценностью, драматургией Что мы хотим через этот спектакль донести И я поставил несколько мюзиклов у себя на площадке в стриптиз-клубе Да-да, в стриптиз-клубе ставились мюзиклы Это был мюзикл великолепной Лакели Если себя не похвалишь, кто их похвалит? Да, Владимир Владимирович Познер Тоже похвалит, кроме себя, если похвалишь И, собственно говоря, поставил я Чика-гоу Это пародия на Чикаго Заметили? Не Чикаго, а Чика-гоу Чика-это цыпочка или девчонка Или как это, по-испански А гоу-это двигай вперед Чика-гоу, девочки двигай вперед Девчонки вперед Следующий был мюзикл Социально-сатирический мюзикл под названием Поющие голышом Потому что тогда был мюзикл, вы играли Поющие подождем Да А еще я поставил мюзикл Чудовища и красавицы На русском языке Эпизоды, которые вы сегодня видите И еще англоязычный мюзикл Который назывался Beast and the Beauties Англоязычная версия для Бродвее Для Америки В которой мы путешествовали в 16-м году Лаки, я думаю, не только мне интересно Почему ты был Сергеем Федоровичем А стал Лаки? Почему? О, здесь философская история Дело в том, что Когда в 12-м году в моей жизни появился нумеролог Кстати, мы познакомились у него в бане у Арджуны Арджуна это прекрасный мануальный терапевт и массажист Который массировал всю сборную России по художественной гимнастике И не только сборную России по художественной гимнастике И представляете, в бане вдруг знакомлюсь с мужичком Который мне рассказывает про меня очень много, не зная меня А я такой думаю, ага Это был слава нумеролог А я такой думаю, ага, наверное, не собирал про мне эту информацию Меня тут в бане все знают уже Я туда 20 лет хожу На массажи, на лечебные И думаю, надо бы проверить Звоню друзьям, говорю Друзья, мы вчера, завтра на штуки собирались Он говорит, да, приезжай Я говорю, я приезжу с собой одного человека Проверим его уникальные способности И вот когда я его привез в группу Где мои друзья 20 лет знакомы А он не знает никого И он начал рассказывать подробную информацию О том, кто у кого какие взаимоотношения И кто как себя ведет в жизни Я понял, что есть информация там, наверху На небесах, у вселенной, у Бога Что все уже предначертано И вот для меня это было изменение великое Потому что до того, как я с ним встретился Я не верил ни в Бога, ни в черта Ни в экстрасенсорику, ни в энергетику Ни в астрологию, ни в нумерологию Я не верил ни во что Я не знал, что такое предназначение И когда он мне первый раз считал, говорил У тебя предназначение Вести за собой нацию, вести людей У тебя предназначение Давать знания людям Я не понимал, какие знания я могу дать людям О чем И вот после того, как он мне раскрыл глаза На то, что есть много того, что неизведано И то, что кажется страшным И мы порой туда не идем Я понял, что пришла пора меняться Но подсказал мне о том, что мне пришла пора меняться Мой двоюродный брат Мама которого и сестра сегодня находятся здесь Галина Давыдовна и Татьяна Леонидовна Мне подсказал их брат Леонид Это пастор, сейчас это пастор международного уровня Который служит свою миссию в Корее, в Южной Корее Миротворческая миссия И он мне подсказал, говорит, ты готов? Я говорю, к чему? К выполнению миссии Я говорю, а ты как определилась, что это такое? Он говорит, ну ты же мою историю знаешь? Я говорю, знаю Она до боли очень за душу хватает Потому что мой брат двоюродный, Леонид пастор сейчас Он был наркоманом, героинщиком Он не скрывает это Он рассказывает это на проповеди И говорит, я живой свидетельство того, что Господь существует Я был наркоманом Я кололся, уже все Меня не могли спасти врачи Но только через Бога Только придя в веру в Бога Я излечился без всяких лекарств Врачи уже сказали, что не могут его вылечить Он исцелился с помощью Господа Через Бога И сейчас стал проповедником И проповедует по всему земному шару И вот я говорю, ты как решил, что я готов к миссии? Он говорит, ты знаешь А я зашел к тебе на работу тут Зашел забрать вещи у нашего другого брата И я видел, как ты говоришь со сцены Я говорю, а что я говорил? Я не знал, когда он был Он говорит, я видел, как ты до открытия клуба Проводишь каждый день в 21-30 собрания И чему ты учишь своих артисток и персонал? Я говорю, и он говорит, ты учишь не воровать Не любить деньги больше людей Ты им говоришь, создавайте внутри клуба Энергию любви Любите мужчину не потому, что у него больше или меньше денег А потому, что он пришел сюда Он желанный гость в нашем клубе Ты им говоришь, не деритесь Помогайте друг другу Он говорит, у вас оказывается в клубе есть звеньевые Которые помогают новым девочкам Интегрироваться и дальше стать успешными Вы их принимаете как в семью И Леонид мне говорит, что мы то же самое Мы учим на наших церковных проповедях Ты готов к комиссии И я говорю, что нужно сделать Он говорит, я только что вернулся из Лос-Анджелеса Из Лос-Анджелеса И я был там на религиозном ивенте Я называю это фестиваль Для меня это фестиваль Когда это праздник Когда это благодать Когда ты счастлив С людьми вместе в единой семье Это фестиваль Это не мероприятие, это не ивент И он говорит, давай поехали со мной А сейчас, внимание, что я тебе расскажу Как страх охватывает людей И мешает двигаться Когда я сказал, я верю тебе Потому что ты мой брат Ты не можешь мне плохого желать Я еду с тобой Ой, что началось у меня в клубе Все сказали, куда ты поедешь Сейчас тебя в секту какую-то вовлекут Сейчас ты все им отпишешь Там имущество отпишешь Потом кто будет клубом управлять Я говорю, слушайте Если создастся ситуация Когда я отпишу клубу Церкви клуб И церковь это примет И будет управлять Значит что-то произошло невероятное Значит мы на правильном пути Но я говорю, не верю в то Что я что-то потеряю Я сказал Если мне брат говорит Который с Богом обрел счастье и здоровье То я с Богом тоже обрету это счастье и здоровье Без адвоката никуда И я действительно поехал на этот религиозный фестиваль Сейчас ходят байки легенды среди верующих И что я приехал владелец стриптиза На религиозный вент принять Бога И приехал со своим адвокатом Чтобы вдруг не попасть в какую-то нехорошую историю И вот после этого Это было Это было первое Это было второе мая Второе мая 2013 года Это самое сильное событие в моей жизни Потому что на этом религиозном фестивале Я увидел, как люди друг друга любят Делают друг для друга все А потому что это желание их сердца Желание любви Желание Бога Дарить любовь другим И делать других людей счастливее И тогда я принял Бога в сердце Я поверил в Бога Я понял в такие вещи Что эти предназначения у человека Делают других людей счастливыми И я решил поменять имя Потому что нам, людям Только две вещи даются Без нашего согласия Которое мы Мы не влияем на это Первое Это дата рождения человека Мы не можем изменить дату и время рождения А второе Это имя Которое дают родители нам при рождении Мы, когда растем Мы не осознаем Как имя влияет на нашу судьбу Но я в тот момент Получив эти знания И от Бога И от нумерологов И от астрологов И от интернета Я начал изучать все У меня пошел сильный духовный рост И вот тогда Я понял Что мое имя Должно Отражать Мое состояние Если я счастлив А когда ты счастлив? Была такая песня Мы желаем счастья вам Счастья в этом мире большом Когда ты счастлив срам Пусть оно приходит в дом Мы желаем счастья вам И оно должно быть таким Когда ты счастлив сам Счастье поделись другим И я решил Что мое имя Должно стать счастливчик Почему счастливчик? Однажды Давая интервью НТВ Меня спросили Вы сделали успешный бизнес Вы совершили американскую мечту Здесь в России Вы не русский Вы кореец Расскажите Через какие сложности Трудности Жестокости Вам пришлось Пройти Преодолеть Чтобы стать успешным А я сижу и думаю Почему нас спрашивают Про страдания Про сложности Про успешности И говорю Слушайте У меня не было таких ситуаций Меня в семье любили Меня в семье воспитывали Давали мне все Защищали Ну как бы давали У меня не было таких Что я там наркоманил Или еще что-то У меня не было И вот тут тогда я понял Почему же людям все время Надо проходить какие-то страдания Переживания Для чего? А у меня их не было Значит я кто? Я счастливчик И вдруг А как счастливчик по-английски? Я знаю У нас много девчонок Работало с именем Лаки Счастливчики И я понял Что если я не прошел Таких страданий Значит я счастливчик И мой лозунг теперь Я счастливчик И я делаю счастливее других Еееей И Лаки стал Лаки Итак Сергей Федорович Распростился с обществом И родился Лаки Ли внимание на экраны Здравствуйте Товарищ паспортистка В паспортах Разумеется И имя Фамилии его украстье Ваше предложение Мимо Какое к черту В паспорте Счастье Да каждая девчонка Сопливая По взрослении Преображаясь Делается мною Счастливее С этим я отлично Справляюсь А потому На бумаге гербовой Без ошибки И без помарки Красоваться должно Новое Имя для паспорта Лаки Где ж мое Бабское счастье Давай-ка меня Преобрази ты Хуже самой Страшной напасти Для меня Вот такие визиты Алло Мама Алло Алло Здравствуй Дочура Скажи В инстаграме Ты выставишь лайки Тому Кто в паспорте Зовет себя Лаки Или мама твоя Совсем уже дура Мама Стой Ботинки От Гуччи Брюки Брионе Браслет Брион Ты догуман Это же Лаки И нет его круче Пиши что он хочет Долго не думай Это ведь Лаки Великий и мудрый И из меня Девчонки провинциальные Тренингом, феном, завивкой И пудрой Сделал секс символ Национальный Наша квартира Наша квартира И наша машина Наша мебель И все наши платья Это все Мудрый корейский Мужчина Учит нас Как заработать И тратить Он величаве Религии адептов Он словно Света луч В полном мраке Он обладает Счастье Рецептом И имя его Естественно Лаки Памятник вам Я воздвигнуть готова Но здесь не просто Бумага мараки Паспорте вам Напишу это слово Знайте Отныне Имя вам Лаки Слушай девчонка Женщина слушай Лаки не просто Текст документе Чтобы жизнь твоя Стала лучше Слушайте Лаки Лаки Верьте Лаки Лаки Больше Чем гражданин Он масштабен До неприличности И не сшито Еще штанин Для его Удостоверения Личности Со сменой имени Лаки 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 Он делал счастливым Нас Девочек Которые работают В этом клубе И так появился Его лозунг Я делаю Тебя счастливой Он сделал Миллионы девочек Этого клуба Счастливее Так как не делал Никто другой Спасибо тебе И вновь Внимание На экраны Счастливой 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 календарь. Кто видел календарь, посвященный... Кто знает о сирийском календаре? Кто видел сирийский календарь? Ты только что сказал миссия. Слово миссия. Расскажи нам, что это была за миссия? Итак, ты спросил меня, какой же главной миссией готовил этих прекрасную команду, этих артисток. Эту команду, которая работает со мной. Я понял, к миротворчеству. Когда я первый раз приехал в июне после религиозного фестиваля и сказал, что мы... Внимание! Через месяц после того, как я вернулся из Лос-Анджелеса и принял Бога в сердце, я создал проект, который назывался «Зона свободная от сквернословия». И повесил флаги. Мне говорят, ты что, сумасшедший? Как ты можешь людей, которые у тебя работают, отучить их 200 человек ругаться, сквернословить? Я говорю, если ничего не пробовать, ничего не получится. Давайте попробуем. Мы попробовали и у нас получилось. Теперь у нас девчонки очень вежливо выражаются и еще подсказывают гостям, что нужно вежливо тоже выражаться. Давайте поаплодируем нашим красоткам, которые обрели шик, ложь в наших заведениях. Аплодисменты! И вот однажды, 2013 год, и вот однажды мы проводили собрание артисток клуба, как всегда, в 21.30. И однажды одна девчонка говорит, а что мы все время решаем производственные вопросы? Про клуб, кто как накосячил, как официантки обслуживает, какую атмосферу создавать. Меня, например, волнует то, что сейчас начинается какая-то военная затея в Сирии. Я говорю, а что там в Сирии? Она говорит, ну вот там, 2013 год, она говорит, какие-то начинаются, все идет к войне. В это время я в 2012 году был в Америке, 27 лет назад, в 2012. И мне говорили, очень многие успешные люди, готовьтесь, будет война. 2012 год, я говорю, вы что, сумасшедшие, какая война? Мы должны идти к миру? Он говорит, нет, точно будет война. Готовьтесь. Ну, я приехал, думаю, бред несут, ну, как бы, мало ли кто чем загоняется. Бывают же такие люди, загоняются. Вот. И когда приехал, и вдруг я, девчонка говорит, слушай, у меня, говорит, растет ребенок, маленький. Я здесь работаю, чтобы его обеспечить. Отец где-то бегает, непонятно где. Поэтому я одна его содержу. Мне говорят, ну, конечно, если там что-то начнется, мне не захочется, чтобы мой сын уходил на войну. Ну, я там сказал. А другие девчонки говорят, а что мы можем... Ну, там, как развивается, так развивается, и так далее, и так далее. Говорят, а что мы можем сделать? И одна девчонка говорит, а давайте снимем антивоенный календарь. Антивоенный. Я говорю, и тут я вспомнил, что в 69-м году год любви, который назывался Summer of Love, Лето любви, проходил в Америке хиппи марш антивоенный под названием Make Love, Not War. Любите, а не воюйте. И вот тогда я сказал, давайте отлично, а давайте сделаем действительно антивоенный календарь и пошлем его всем президентам. Ведь у нас, куку артистов этого жанра, тоже есть право голоса и право мнения. Правда, Владимир Владимирович Познер? Или Маргарита Симоньян? Или вы так не думаете? Ну, хорошо, позже мы решим. Итак, итак, дамы и господа, был, появился календарь. Внимание на экраны! Сирийский календарь! Но, есть что-то, что всегда приводит людей, особенно мужчины, в стране, красивые женщины. Так что, я вам покажу, это история для вас. Вы помните, как студенты из фактически журналистической факультуры Москвы Статья Университета сделали их календарь для какого-то проживания Путин? Ну, эти женщины, они вообще стриперы от клуба «Голден Голден Голден». И они сделали свою собственную версию. This one says that I'm going to marry a peacemaker. This one is if war starts, we're not going to have any fun. So, it's all aimed at Syria and how Putin, in their opinion, has averted the conflict. This one says I don't know what Syria is, but I really don't want it to be bombed. I bet she really doesn't know what Syria is either. Yeah, that one. Barack, two of my private lap dancers and you're going to forget about bombing. and this one again is directed at Barack Obama saying that Obama, if you're not listening to Michelle, listen to me. She was sold a very small loudspeaker there. She got done. There we go. She's ripped off. This isn't going to be for mass publication. It's only a limited edition of these calendars that they're printing. But they're basically doing it for PR, obviously, and I suppose they're making quite a few people online quite happy. Speechless. This calendar was released for a year when they started bombing Syria. We already warned them. And one of the girls was like, I don't know where is this Syria, but I still don't want to to bomb them. It was one of the most strong messages. The calendar we sent Putin to Obama. There was a big resonance. I have to note, that you probably have noticed, that the calendar was told that the calendar in the US today on English. And it was a huge, huge step forward for Laki. Well, let's go back to the past. It was summer 2004 already, the new Cold War. The war against Russia was made economic and what is sad, that the my favorite country, America, I love America, Впрочем, так же, как все эти красотки. Они ее полюбили за ее культуру, за то, как люди друг к другу относятся, и за то, что они не хотят ни войны, ничего. Они хотят с нами дружить. И тут у меня появилась идея. Идея донести простым американским людям, что мы такие же простые, но русские люди, такие же, как они. Мы никому не желаем зла. Мы хотим со всеми дружить. Мы с кем не хотим воевать. Мы хотим со всеми жить в мире согласия и в дружбе. Лаки, ну, похоже, у тебя в жизни наступил очень активный этап. И я слышал, что ты встретил новую любовь. Да, в моей жизни было очень много изменений. К тому времени мы уже с моей супругой Светланой успели расстаться, но при этом мы стали самыми лучшими друзьями. Это здорово. Светлана, спасибо тебе, что ты мой самый лучший русский друг. Ура! Аплодисменты. И в моей личной жизни произошли изменения. Я встретил новую мою любовь, которая была Юля. Мы с ней познакомились очень интересно. Мы с ней познакомились в Макао, где она гастролила со своими выступлениями в цирковой гимнастике. После того, как два года выступала в самом большом американском цирке Рылинглинг Бразерс Барнум Эн Бейлис. Самый популярный клуб. Внимание на экраны! Внимание на экраны! Моя服ешка как параметра, Ты хочешь быть в крови. И я не люблю тебя больше и больше. Субтитры создавал DimaTorzok Микрофон, 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 микрофон Я думал, что Юлия способна на все Она способна озвучить эту огромную комнату только одним шепотом Всем здравствуйте Друзья, сегодня поистине особенный день День рождения у величайшего миротворца на планете Земля Мужчины сильного, крепкого духом Красивого, уверенного в себе Мужчины, который не спит ни днем, ни ночью А думает о том, как же все-таки помирить все нации, народы, государства Милый, я восхищаюсь каждой твоей идеей Которая, как ракета, стремительно летит вверх И открывает для нас новые знания Которые нам известны, но мы не хотим о них ничего слушать И я поддерживаю каждый твой шаг Мы в ответе за друг друга В ответе за планету, за детей наших И пользуясь случаем, я бы хотела Первое Вручить тебе особенный подарок От Дагума Это браслет с символом руки Бога Он будет оберегать тебя От всего негативного и деструктивного Что может помешать тебе в твоих проектах Но этот символ будет направлять тебя И ты никогда не сойдешь со своего истинного пути Пути мира У тебя обязательно все получится Секундочку А сейчас, по-моему, будет номер от Юлии Внимание на экраны! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, в этой песне я рассказываю Лаки о том, как сильно я его люблю, о том, как он мне необходим и как он для меня, и как он для меня важен. Эту песню написал наш ведущий ютуб-канал Лаки Ли 69 Борис Файтер. Борис Файтер. Который был настолько вдохновлен нашими отношениями. Он был вдохновлен Лаки, и он свидетель всего того, что происходило в наших отношениях. И он так хочет, чтобы у нас всегда был мир в наших отношениях. И эта песня к нашему вечному с тобой примирению и нашей вечной любви. Спасибо. Я тебя очень люблю. Спасибо, Южечка. У тебя все получится. Спасибо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я должен сказать, что, мне кажется, Юля вдохновила тебя, Лаки, на создание знаменитого документального фильма «Стрепис». ПОДПИСЬ! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я понял, что основы кризиса лежат прежде всего в ухудшении отношений между Россией и Америкой и в санкциях, которые уже два года очень пагубно влияют на всю экономику и на людей, на народ Из этого постоянного конфликта будет рождаться какая-то великая истина и энергия Нам с Лаки суждено вместе изменить мир Да, изменить мир, все верно Очень без пафоса, без амбиций Я начал писать в фонд мира, я начал писать в разные инстанции, я убедился, что никто ничего не делает И вот тогда я решил, что раз этого не делает никто, то должен сделать я Я буду делать проект в защиту мира Здравствуй, Лаки, наш кумир в Штатах выступал за мир Были танки, были танцы, дом у американцев Мы померим две стороны Приспустим свои штаны Мне кажется, что на безумство способны только люди, свято верящие в то, что они делают И для тысячи девчонок, которые за 10 лет отработали в моих клубах, я стал наставником по жизни Я буду делать проект в защиту мира Ваши аплодисменты, дамы и господа А теперь я хочу вам рассказать о всех номинациях, которые Лаки получил за этот фильм Номинация «Лучший иностранный фильм» на The Colorado Film International Festival США Nevada Film Festival 2018 Аплодисменты В номинации «Платинум Рил Авард Виннерс» на фестивале нефильтрованного кино «Белоруссия» Его отметили в номинации «Лучший документальный фильм» на международном миротворческом кинофестивале «Я люблю мир» в Ялте Получена награда сразу в двух номинациях «Галерея портретов выдающихся людей» и «Все работы хороши» Да, господин Захаров, все работы же хороши Ну что же, заметьте, что основные награды этого фильма миротворческого документального получили в основном в США И только в России небольшая награда в Крыму на кинофестивале А сейчас я хочу пригласить на сцену Надежду Куликову Представителя Ассамблеи народов Евразии А Лаки скромно умолчал о том, что у него есть и другие награды Может быть, кому-то покажется, что тот формат, который Лаки реализовал как проект миротворчества, несколько эпатажный Он ищет новые форматы И он развивает многое сейчас, много проектов, которые в том числе и привлекают много людей И его деятельность за эти годы уже отмечена обществом Он получил в Крыму, в Ялте в 2017 году золотой орден «Миротворец» В 2018 году Лаки получил орден за вклад в общественную деятельность России В 2018 году Лаки получил медаль «Талант и призвание», причем в миротворческих проектах И в 2019 году он получил орден «Брикс Форум» в общественной палате Российской Федерации Я благодарна за то, что жизнь свела меня с Лаки и его командой, которые успешно развивают миротворческие проекты И еще, Лаки, у нас для тебя сюрприз Я хочу пригласить на сцену председателя Императорского общества России Дмитриева Валерия Маркстовича Аплодисменты Добрый вечер, дорогие друзья! Здравствуй, дорогой Лаки! Я хочу поздравить всех собравшихся, не только россиян, но и жителей далеких республик и стран С этим знаменательным событием 50 лет — это немного, это так мало Для больших свершений, для вселенной, это только начало Лаки я знаю уже чуть меньше 20 лет, но знаю о нем только хорошее Всегда все мои друзья и мужского, и женского пола отзывались о нем только с самой лучшей стороны Я его тогда знал еще как до этого имени Лаки Ли, как Сергей Федорович Но тем не менее, так как сегодня справляем день рождения, юбилей Лаки Ли То значит награда выписана на это имя Награждаем от Всемирной организации Императорское общество России Это представительство Всемирной организации World Imperial Society Императорское общество Медалью, золотой медалью за добрые дела И дела у него добрые в самых разных направлениях И в направлении мира, развития мира во всем мире Это в первую очередь Итак, поздравляем Спасибо Я очень рад, что меня поддерживает даже императорское сообщество Ассамблея народов Евразии Но и это еще не все И это еще не все, спасибо Я с большим удовольствием приглашаю на эту сцену Тагирова Энгель Рязаковича Недавно мы вместе с Лаки ездили в Казань на Казанский форум Евразийской интеграции И Лаки там тоже зажег, но уже по-иному Его миротворчество обретает новое качество И с этого форума начался новый путь Лаки Но уже к этому времени он достиг того, что Энгель Рязакович тоже решил это отметить Энгель Рязакович, вам слово Коллеги, друзья, товарищи соратники Посмотрите на этого человека Полутораметрового человека Кто он и что он Наверное, метафор не хватит, чтобы определить и сказать По-настоящему и в полном объеме, кто это и что такое Могу только сказать, что это феномен Это явление Феномен прежде всего потому, что в нем Господь, сам Господь Метнул в его природу такую глыбу таланта Которая, дробясь на многие русла Отличается полнотой, совершенством, яркостью и завершенностью Талант прежде всего миротворца Талант аналитика Талант дипломата Талант пророка И талант артиста Талант пророка Кассандры Это очень многому обязывает такое звание и определение Ну и конечно самое главное назначение его с этого момента, с этого рубежа Это миротворчество Позвольте огласить решение президента Международной гуманитарной академии Европы Азии О награждении Лак-Ли орденом Творец эпохи, лентой и дипломом к этому ордену Позвольте эту миссию мне выполнить Позвольте эту миссию Лауреатами этого ордена являются два короля от двух стран Уж не буду называть имена И три президента разных стран Ну а звезды науки, звезды культуры Их там не счесть Итак, предлагаю тост Стоя за эту высокую награду Лака-Ли За орден миротворца Творец эпохи Номинации миротворец планеты Творец эпохи Творец эпохи